Сейчас мы зайдем на рынок, где я оставил так свой велосипед. В Китае нет такой проблемы, чтобы там угнали велосипед, чтобы что-то украли, потому что здесь ненталитет у людей совсем другой азиат, что в Японии, что в Корее, что в Китае. Такой ненталитет, чтобы ничего тяжелого не брать. Здесь нет такого, как в СНГ, лишь бы что-нибудь спиздить кого-нибудь. Здесь абсолютно безопасно, комфортно для жизни, здесь реально для людей все. Смотрите, вот у меня по этому пандусу поднялась. Сейчас попробуем зайти, купить что-нибудь. Молочная руна, где-то с Гангойзи. Различные печеньки. Яйца. Майонезы. Салаты. Закуски. К основному бруду. Кстати, вот это очень вкусно. Это как бы говяжьи жилки, по-моему, соус у него еще очень вкусный. Молоко из Германии стоит 10.80. Натуральное молоко. Produced in Germany, Германии. 10.80. Это около 110 рублей. 10.90. Тоже from Germany. Различные супы в таком виде. То есть это как тот же доширак, но уже более качественный, конечно. Выдаются бузы. Фома-фабрикаты, вузы, полюбовцы. Стогельные кошки. Печенье. Мороженое очень дешево стоит, а еще вкусные они. Я очень был удивлен. Вот, к примеру, это мороженое стоит 1 юань. И около 10 рублей. 11 рублей. Это мороженое с натуральным изюмом стоит 2 юаней или 20 рублей. И так далее. В целом, для них мороженое очень доступно. Это все равно, что в России мороженое стоило бы, скажем, условно, 2-3 рубля или 5 рублей. С учетом доходов китайцев, для них это как для Лисеянина, как 2 рубля мороженое. Здесь мучные изделия. Даже по-русски написано колбаса. Клобаза недорого стоит, кстати. Различный суповой набор готовый. С мясом уже, с травой, с лапшой. Просто надо немного, 4 минут надо сварить. И готово. Есть классические такие рамены. Те же роутены, дошираки. Только китайские. Продают там упаковку целую по 5-10 штук. Так. Молли паста. Откуда она вез? Про дотто он Италия написано. Сделано в Италии. Это тоже в Италии. Чисто итальянский продукт. Паста. 500 грамм. 13 ионей, 60 копеек. Это по-русски где-то 150 рублей. Это тоже. Итальянский 12,6. Спиральки 12,6. Это где-то 135-140 рублей. По нынешнему времени. Такие масла. Мука. Там. Любая масса. 30 килограмм. 10-5 килограмм. И так далее. Это уже. Это уже. Хозяйственный отдел. Мыло, порошки от берегеля. Туалетные бумаги. Зубные пасты. Щетки. Виска с педигри для собак. Туалетные пасты. Ложки, вилки. Чукупай. Чисто орион. Чукупай. Там уже. Все. Обратно прошли. Мороженое. Пироженки. Молочные изделия. Колбаса. Нарезок. Туалетные пасты. Стоит. 3 иуаня такой йогурт. Это очень густой йогурт. С кусочками круптов. Офигенно вкусный. Стоит 3 иуаня. Около. 33 рублей. Йогурт, да? 15,6. Какой-то йогурт стоит 10 иуаней. То есть около 100 рублей за 8 штук с кусочками фруктов. Качество очень хорошее. Очень напоминает российские там данон, растишка, еще какие-то бывают. Чисто по вкусовым свойствам между российскими и китайскими йогуртами особо нет. Мясо. Как называется-то? Стоики. Очень. Из Австралии. Рыба. 500 грамм. Это уже с Китаем. Здесь продаются пельмени. Кстати, пельмени тоже очень даже неплохие. Вкусные. Вода. Соки. Есть такие чувства в китайском стиле. Что-нибудь тоже надо сейчас попить. Это что-то вроде пельмени. В китайском стиле. Здесь у них продаются кукурузы и горох. Повcool. Поверь, что такое. Очень такое мягкое, не только пробовал. Тоже очень вкусные, чисто китайский вид продукта, что-то вроде такое мягкое, желеобразное, по-моему изготавливается из риса, достаточно сытные, стоили 8 мм или около 80 или 90 рублей, есть с кокосом. Да, я пробовал, они очень вкусные. Шоколадные шарики такие. Продают спиво, смотрите, старый мельник из бочонка. Мягкая, экспортная, 450 мл, город Новосибирск. Стоит, стоит 5,50. На сегодняшний день это около 60 рублей. В прошлом году, это в 2020 году стоило 55 рублей. Полностью стеклянная, из России, из Новосибирска. Я так думаю, в России она стоит не менее 60 или 70 рублей. Китая стоит дешевле, чем в самой России. Делайте выводы. Поломценник. Стоит, с соседа, 100 рублей. Продолжение следует... Продолжение следует... Корейское Соджу Со вкусом ёблока 14 оборотов Классическая Ориджинал Сделано в Корее Стоит где-то 13,5 юаня Такого 150 рублей За 360 мл Есть со вкусом йогурта Со вкусом личи Со вкусом ёблока Со вкусом винограда Апельсина, мандарина Там и так далее Короче, есть со вкусом Всего ж, всех ягод Со вкусом клубненькие Грейпфрукты Вот смотрите, водка сколько стоит 880 450 мл Водки 41 градус Стоит 880 Или около 90-100 рублей Это, видимо, уже элитная водка С такой открывашкой 50 градусов Стоит 28 юаня Или около 300 рублей Вот эта водка стоит 56 градусов 16 юаня Или около 180 рублей За 0,5 литра Ну и так далее Это пиво Оригинал паук Это пиво Оригинал паук И он здоровый Написано German beer Немецкое пиво 4 и 1 наоборот 2 литра Что такого В 18 юаня Что ли стоит Большая 18 юаня Маленькая 16 мл А, нет Стоит 30 юаня Или 30-30 рублей 2 литра Немецкого пива С Германии Это алкогольный отдел Это обычно тоже из Германии пиво 7,6 юаня Там где-то 80 рублей Азахи Японское пиво 630 мл 7,8 юаня Постой Есть хрюк ились На станции Немецкое пиво Еще один Не аж Можно Немецое пиво Кофе Американу Американу Стоит 2,6 ОВТ Так, что мы взять? ОВТ или Американу? Это КВД, давай, это КВД Возьму ОВТ ОВТ Возьму ОВТ 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 Поехали. Кофе оставим, возьмем вот такой йогурт. Может я сосиски бао цзы не вижу, где они есть. Поехали. 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 Так, что взять поесть? Такие ножки копченые. Вот эту булочку вот здесь. Такие ножки копченые. 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 копченые. Такие ножки 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 копченые. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok